Обсуждая происходящее в России, мы привыкли к тому, что в стране не может происходить ничего хорошего, если это не пропаганда. В условиях диктатуры оно не удивительно, однако среди республик бывшего союза есть и те, кто пошли по иному пути. Например, Грузия и Армения. Новости о наших соседях вы увидите на канале Сергея Чичинадзе. Демократическое развитие, конкурентные выборы, митинги без задержаний, свобода слова и сменяемость власти. Подпишись и следи за тем, как люди строят совершенно другое общество, и это нормально. Ссылка в описании. Росстат порадовал очередным опросом, и вот в данном случае даже не знаю, кого именно порадовал, нас или чиновников. Короче, на 20-м году вставание с колен вдруг выяснилось, что почти половина россиян трудоспособного возраста прозябает в жуткой нищете 48,2%. Если быть точным, денег, которые зарабатывают эти люди, им хватает лишь на еду и одежду. А вот развлечение, отпуск и даже поболеть для каждого второго жителя России непозволительная роскошь. Еще раз. Для каждого второго жителя, работающего. То есть человек не в носу ковыряется. На работу ходит пользу, обществу приносит, живя в самой богатой стране мира. А зарабатываемых фантиков хватает только на пропитание. Вот это я понимаю, вот это реальный прорыв. Еще немножко с колен повстаем и начнем догонять какое-нибудь Сомалии по уровню бедности. Это дурной сон какой-то. Начинаем! Но больше всего лично меня порадовала реакция официальных лиц из Кремля. Например, господина Пескова, читай, президента. Они, оказывается, об этом знают, ситуацию оценивают трезво. Последнюю фразу, кстати, не я придумал. Это прям цитата из Дмитрия Сергеевича. А до этого, стесняюсь спросить, там с Пахмелана происходящее смотрели или, будучи навеселе, ну да бог с ним короче. Подытожил президентский толмач. Матч повышение благосостояния граждан, конечная цель всех наших нацпроектов. Причем речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые все мы почувствуем уже в этом году. Мне одному кажется, или данную пластинку как заела в начале двухтысячных, так и заикается она в одном и том же месте. Пожалуйста. Вкратце, если удалиться от сухих цифр, ситуация, по словам главы ВЦИОМ, такова. Оценки экономической и политической ситуации в стране, а также того, в правильном ли направлении она движется, за год почти не изменились. А вот что касается жизни собственных семей, то здесь оптимизма у россиян даже прибавилось. Год назад были не особенно удовлетворены 61 пункт, сегодня 66, то есть определенные сдвиги к лучшему. И это исторический максимум за все время измерения. То есть сегодня оценка удовлетворенностью жизнью со стороны наших людей самая лучшая за все время измерения. Вот этот вот сюжет, господа, был снят в 2013 году тогда уровнем жизни. Были недовольны 34% россиян, сами только что слышали господина Федорова, это глава ВЦИОМ. Прошло 6 лет. Все это время Владимир Владимирович и его министры неустанно думали, как бы еще повысить благосостояние народа. Предпринимали в этом направлении какие-то смелые попытки. Проводили какие-то умные реформы, в общем работали не покладая рук или... Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. Да, можно и так сказать. Пахали как рабы на галерах и так более чем впечатляющий. Сегодня от безденежья страдает уже почти половина россиян, то есть было 34% треть, а стало 50%. Занимательная арифметика, ребят, вам не кажется? Количество бедных за 6 лет выросло в полтора раза, это не мои данные, это данные ФЦИОМов и Росстатов, но в России это называется прорывами, своевременными реформами. Эффективным управлением половина населения страны, повторюсь, работает, чтобы тупо не сдохнуть с голоду, а они там в Кремле что-то трезво оценивают. И в очередной раз обещают какие-то улучшения, которые мы очень скоро почувствуем уже в этом году по Пескову. Слушайте, судя по наметившимся тенденциям, к концу текущего года нищих велико и могучее должно стать процентов 75, я правильно понимаю? Сейчас почему-то песня Наташи Королевой. Вспомнилась сказочная страна, там еще слова такие были, кто мне подскажет, кто расскажет, где она, где она, welcome. Это реальная журналистика, на связи, сумасшедший дом, поехали! Впрочем, если бы только благосостояние населения в России крах переживало, у нас ведь и экономика падает уже несколько лет к ряду, причем конкретно так падает. И это, кстати, признают даже власти, а иначе стали бы они снижать налоговую нагрузку на крупный бизнес, на нефтеперерабатывающий сектор, для металлургической отрасли и банковских структур, для олигархов. В общем, предприниматели средней руки, не говоря уже о мелких лавочниках, не выдерживают и просто выбрасывают белые флаги, ну или проводят, как сейчас модно говорить, оптимизацию, режут зарплаты, сокращают численность персонала и так далее, чтобы выжить. А дальше начинается цепная реакция, все ведь взаимосвязано. Люди становятся беднее, значит меньше тратят, значит меньше денег возвращается обратно в рынок, продажи в магазинах падают еще, соответственно, производители опять вынуждены снижать объемы выпуска продукции, нести очередные убытки, которые компенсируются за счет сотрудников, то есть за счет наших с вами зарплат и рабочих мест. И так по кругу, че удивляться, что у нас за 6 лет прирост бедных 15% составил. А вот это Максим Орешкин, министр экономического развития страны на минуточку. Но работа этого человека заключается в том, чтобы как раз придумывать, как вывести российскую экономику из кризиса, вот он и придумал. А вы, говорит, подыхайте на производствах, увеличивайте норму выхода, но за те же деньги... Слушайте, а ты министр или ребенок сейчас сказал? Мы по этому пути два последних срока Владимира Путина, движемся лучше не становится. Напротив, и я уже выше это отметил, удар по карману населения бьет и по бюджету страны. Два этих показателя связаны, вот только Орешкин того никак не поймет. Вот, видимо, следующим его предложением станет что-то вроде... Мы пойдем клад искать. Ура! С другой стороны, а я людей не понимаю. Неужели они сами не видят, что мы проваливаемся в за***ницу, простите, все глубже и глубже? Зарплаты с каждым годом все ниже, зато цены и тарифы растут. Социобязательства государственные все время урезаются, скоро их вообще не останется. По-моему, при этом появляются какие-то новые налоги. Куда и на что идут эти налоги? Бог его знает. Хотя почему только Бог? Я тоже знаю. В чемпионаты мира по футболу миллиарды, врюхиваем в олимпиады, в универсиады, в проведение каких-нибудь алых парусов. То есть впускание пыли в глаза, чтобы показать этот пшик один раз по телевизору красиво, богато. А что толку-то? Не знаете, такие поступки наших властей напоминают истории тупоголовых нищебродов, которые живут под лампочкой Ильича, с хлеба на воду перебиваются, а однажды идут и берут кредит в банке, чтобы сразу махом отметить собственный день рождения, пригласив на мероприятие 450 самых близких друзей. Ну вот и российские власти примерно так же народ безмолвствует. Ольга одна, растет 9 родных детей возрастом от 4 до 18 лет. Ее муж ушел из семьи 5 лет назад и не платит алименты. Ежемесячное пособие от государства на всех детей – 5000 рублей. Часто даже купить продукты – проблема. Старший сын был вынужден отказаться от высшего образования и пошел работать, чтобы прокормить младших братьев и сестер. 594 рубля на ребенка на 3 месяца, на ребенка, на сына, который в 17 лет. Я уже занимаю на еду, уже который год. Я должна всем знакомым, родственникам, друзьям. Не забываем, к слову, про санкции и контрсанкции. Последними мы, кстати, больше себя наказали. Огромное количество совместных с иностранцами предприятий, работавших на территории России, схлопнулись просто. Люди остались без работы, бюджет, без какой-то части налоговых отчислений. А еще экономическая войнушка со всем миром отпугнула от нас забугорных инвесторов. Тонны денег, которые могли бы влиться в развитие внутреннего рынка страны, туда не влиялись. И чего? Кому нужны были эти понты? Зато дядя Вова с Лавровым погрозили пальцем заокеанским коллегам Обаме и Трампу. Ага. Вот только последним от этого ни горячо, ни холодно. Их трудоспособное население массово по помойкам не лазает. Их ветеранов труда не судят за кражу какой-нибудь пачки масла. Как это было в Ивановской области, их доллар не обесценился втрое. У них все хорошо, у нас плохо. Или кто-то думает, что 50% бедного населения это прекрасно. Бедного работающего населения, я чуть не забыл подчеркнуть. Ах да, у нас же это называется патриотизмом, скрепами. Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху. Больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. В друзья добавляйтесь, жду темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим спешу откланяться пока. Пока!